Казни египетские Соловьёв – это не беспилотник, это казни киевские обрушились на Россию. А если серьёзно, то специальная военная операция идёт строго по плану, приближается уже и к Татарстану. Неизвестные добрые беспилотники в очередной раз атакуют РФЮ. Это что, самолёт? Катя? Это дрон. Россияне действительно очень расстроены и не понимают, а как такое могло произойти? Вот скажи мне, пожалуйста, значит, до Елабыги или Алабыги долетает легкомоторный самолёт, и наши его не сбивают. Покажите мне, товарищ подполковник, алё, гараж. А наши его не сбивают. Я, может, что-то х** понимаю? Ну, просто реально. Это что, очередной Матиус Русс, который сел на Красной площади в своё время? То есть, как это вообще возможно? То есть, он прос, значит, на территории х** тысячу с лишним километров в легкомоторный самолёт. И все так, ну, кажется, что-то летит. Ну, окей. А теперь вопрос. Как это стало возможным? Неизвестные добрые беспилотники атаковали в Татарстане интересный объект. Именно тот, на котором россияне собирают шахеды, которыми убивают украинцев. По данным наших источников, следствием атаки стали значительные поражения предприятия. Об этом пишет и Reuters. Но российские пропагандисты заявляют, что было атаковано обычное общежитие. Новые ударные дроны Киева способны летать на полторы тысячи километров вглубь территории нашей страны. Буквально сегодня украинские беспилотники атаковали по Волжье. Кадры удара по общежитию со студентами в Елабуге на ваших экранах. Как заявил глава Татарстана Рустам Мениханов, серьёзных разрушений нет. Пострадали 12 человек. В ГУР Украины уже взяли ответственность за теракты на себя. То есть подтвердили, что Буданов и его подельники – законные военные цели. То есть они на этом заводе собирают шахеды, которыми бомбят Украину. В общежитиях живут люди, собирающие эти шахеды. А потом они удивляются, почему туда прилетает. Сами же говорят, что это крупный промышленный регион. Удар низколетящими целями по, соответственно, Татарстану – это первый удар. За историю всей военной операции – это 1200 километров. Это достаточно далеко. Плюс ко всему, там очень крупные центры нефтепереработки находятся. Сейчас будет узнаваться. Промышленные центры, нефтепереработки, авиацентры. Это вообще огромный промышленный регион. Следует отметить, что расстояние от границы Украины до Елабуги, где прозвучали взрывы, по прямой составляет по меньшей мере 1250 километров. И это больше всех предыдущих атак дронами. А это значит, что БПЛА большого радиосодействия у нас становится все больше. А прикрыть всю Россию невозможно. Ну вот радостно разгоняют. ГУР атаковало завод в Татарстане в тысячах километрах от Украины. Пишет РБК Украины. Тоже говорит, как же хорошо, надо обязательно повторять еще и еще. Ну то, что этих сволочей надо просто... Это очевидно. Но вопрос, это что, Матиус Русс, что ли, очередной? Там же целый легкомоторный самолет, еще неизвестно, какой он был. То есть, не удивлюсь, некоторые уже высказывают предположение, что, я думаю, глупость, что там чуть ли не сидел камикадзе очередной. Но я как-то в этом сомневаюсь, потому что уже давно есть такие беспилотные на базе легкомоторных самолетов. То есть, здесь никого удивления нет. Но как-то возможно, что тысячи километров и все руками разводят. Даже не тот вопрос, как это стало возможным, а первый вопрос. Кто отвечает за противовоздушную оборону этого участка территории страны? Это первый вопрос, вот с которым надо разобраться. Кто вообще в целом единолично отвечает за противовоздушную оборону страны в пределах не только европейской части, но и всей территории страны? Кто несет за это единоличную ответственность? Как в прежние времена говорили, кто этот человек? Кто отвечает за противовоздушную оборону страны? Это первый вопрос. Второй вопрос, который надо задать после того, как выяснится это обстоятельство. Потому что тут тоже, между прочим, ответ на этот вопрос далеко не однозначен. Казалось бы, мы сразу должны знать главнокомандующего воздушно-космическими силами. Но тут еще вопрос, кому и в какой степени ему подчинены существующие на данный момент времени оперативное объединение воздушно-космических сил? Это первый вопрос. И вот второй вопрос. Располагал ли соответствующий военачальник, если, конечно, такой найдется еще, соответствующими силами и средствами для отражения ударов подобных средств воздушного нападения? По всей видимости, вертолетного полка нет, и им никто не управляет, и реакционного поля нет. И объектовой охраны нет. Довольно интересной на атаку беспилотников была реакция депутатов Госдумы. Председатель комитета по обороне Картополов предлагает теперь точно брать Киев. Когда Киев возьмет, тогда закончится беспредел с беспилотниками. Пока будем продолжать отражать эти подлые террористические выходки в режиме такой повседневной деятельности. Дюганов сказал, что что-то не так мы делаем, надо более так. Кто сказал? Дюганов нам сейчас заявил, что не так. В войну были более жесткие меры. Наши ребята, которые выполняют задачи на переднем крае, с оружием в руках, они делают все, что необходимо. Как и их товарищи, которые прикрывают наше небо. Мы имеем дело с очень подлым противником, который не воюет традиционными методами, а который привык бить из-под тяжка. То есть, по сути, продолжают все эти террористические атаки. Ведь что такое удар по Илабике? Это ведь не удар по какому-то военному объекту или промышленному объекту. Это удар по общежитию, где живут обычные люди. Поэтому мы четко должны это понимать. С террористом всегда сложнее справиться, чем с обычным военным противником. Но мы справимся. Обещаете? Обещаем. А вот другой депутат, сыняя птица Гурулев, предположил, что атаковавшие Татарстан БПЛА были запущены не с Украины. А из республик Средней Азии. То есть, теперь шагу придется брать не только Киев. Значит, понять, откуда запустили. Не факт, что запустили с территории Украины. Но для этого сначала надо не гадать, а чтобы наши спецы четко определили место взлета и траекторию его полета. То есть, остается два варианта, либо с нашей стороны, либо с западной стороны. Есть еще у нас в республике Средней Азии, которые вполне возможны, потому что те степные районы, которые находятся в северо-западной стороне, они практически безлюдные, кто не знает. Они не контролируются ни с воздуха, ни с локационными станциями. Провести можно что угодно. Поэтому как-то вот так. Ну а мой любимый клоун Журавлев в эфире с Кабеевой вообще выдал, чтобы ПЛА летает из Украины, чтобы Россия потом напала на Польшу и страны Балтии. Вот что они делают, сволочь? Они пролетают вот там через всю страну и пытаются там в Торстане где-то там поразить какие-то наши объекты. Я думаю, что даже не в этом суть, а смысл в чем? В том, что пролететь, вот это важно для них, важно. И не столько для них, сколько сейчас для американцев и англичан. Всем прекрасно понятно, что Украина уже слита. Да, это так. Какая, вот что они делают? Готовят Польшу, готовят сейчас Прибалтику, готовят все и объясняют. Раньше был 30-й год, теперь 26-й, 27-й. Зачем они это говорят? Ну вот вопрос. Ну дураки, наверное, да, или нас пугают, что ли? Что нас пугать? Ну понятно, что мы не... Ай-яй-яй, все, тогда что, мы убегаем с Украины, что ли? Что они хотят от нас добиться? Нет. Они не этого хотят. Они хотят реально развязать боевые действия так. И сделают это. Западные кураторы Украины перешли к новой тактике сдерживания в отношении России. Вы обратите внимание, они не столько уделяют времени и внимания своего возможности, как они говорят, освободить свои территории, сколько решают задачу максимально перенести войну на территорию Российской Федерации. То есть вот эти атаки на Белгород, террористический акт в Крокусе, атаки на нефтеперерабатывающие заводы, причем, обратите внимание, в разных регионах России. То есть цель одна, она была изначально ключевая, эта цель, расшатать, дестабилизировать Россию, вызвать определенные протестные настроения и изнутри попытаться эту страну развалить. Не нравится россиянами то, что БПЛА, несмотря на все запреты Запада, атакуют российские НПЗ. Украинский дальнобойный дрон снова попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске. Мощность этой установки составляла 8 миллионов тонн нефти. А еще в таких энергетических объектах задействовано много западных технологий, которые России сейчас гораздо сложнее покупать. Так что атаки могут повлиять на российскую экономику больше, чем санкции. И кажется, кто-то уже стал об этом догадываться. По объективным и необъективным причинам процесс импортозамещения тех мощностей, которые нам поставлялись с Запада, и которые позволяют проводить каталитический крэкинг и другие истории, заместить сейчас невозможно. И поэтому нам бьют прицельно по тем объектам и комплектующим, по уязвимым местам, которые мы не в состоянии сейчас везти из-за рубежа. И за счет этого нефтепереработку в России хотят уничтожить. А это, соответственно, повлечет за собой уже подъем цен на прочие сопутствующие товары из-за подъема цен на бензин и нефтепродукты. И потенциально может перевести к локальному экономическому потрясению для России. Ну, раз вы наносите удары по тем объектам, которые могут нарушить жизнедеятельность не то, что вооруженных сил, а и всей страны, тем более приближается посевная кампания и так далее, то и ответ с нашей стороны может быть адекватным. И мне бы не хотелось даже перечислять эти объекты, которые могут попасть под удар военно-морского флота, воздушно-космических сил. И противоположная сторона должна иметь в виду, что, ребята, ну если вы будете продолжать подобные усилия, ответ может быть последовать не менее мощность, вы еще горько заплачете и пожалеете о том, что сейчас определенное ликование у них, лишим Россию объектов топливно-космического комплекса. Так ведь и мы можем лишить кое-чего такого, что вы потом не восстановите в течение 40-50 лет, а может быть даже и больше. А что будет дальше? А что будет дальше? Да мы целую неделю видим, что будет дальше. Дальше вся Украина будет методично превращаться в санитарную зону. Что такое санитарная зона? Это территория войны. Это местности, где нет электричества, где разбиты мосты, транспортные развязки, где не ходит железная дорога, где крупные города не в состоянии поддерживать нормальную жизнедеятельность, потому что там не работает водоснабжение, канализация, не работает МЧС, не работают нормально больницы. Это места, откуда уходят потоком люди. Мне кажется, сложился абсолютно полный консенсус вокруг той идеи, что Украину надо разобрать на кирпичи, чтобы там не осталось вообще ничего. Ну, у террористов всегда террористические методы. Но даже несмотря на такие прямые угрозы, террористами они все еще пытаются сделать нас. Киев продолжает террористическую активность, а военные России работают, чтобы эту угрозу исключить. Помогали западные спецслужбы Киеву и в провозе в Псковскую область 70 килограммов взрывчатки. Ее обнаружили пограничники в автомобиле, который прибыл из Украины. В кузове обнаружены 27 взрывных устройств, выстрелы от противотанкового гранатомета РПГ-7, 91 электродетонатор. Причем спрятано все было, не поверите, в православных иконах и церковные утвари. Водитель оказался украинцем, у него двойное гражданство. Да и сам груз, судя по маркировке, был изготовлен в Киеве. Но чтобы запутать следы, маршрут был долгим и извилистым. Украина, Румыния, Венгрия, Словакия, Польша, Литва, Латвия и только потом Россия. При этом через шесть стран Евросоюза машина проехала, не встретив ни единой проверки. Взрывчатка сделана из гексогена, который в полтора раза мощнее отротила. И 70 килограммов хватило бы для того, чтобы взорвать многоквартирный дом. Но хоть здесь не забыли о прямом украинском следе, а то с таджиками как-то не очень получилось. Вы же понимаете, что было бы? Светлый праздник Пасхи, 91 икона взорвалась бы в храмах. В разных храмах. 91 икона. При этом не случайно же, гексоген, они стали бы тут же кричать, но это русские опять сами себя взрывают. Вот была же история. Они бы стали нам вспоминать ту самую ложь, которую они внедряли десятилетиями в умы Запада. Это была длинная, задуманная диверсия, сатанинская, которую блестяще раскрыли наши спецслужбы. Но выводы мы должны делать однозначно. Однозначно. СБУ, ГУР, РАДА, правительственные кварталы должны быть снесены с лица земли. Видите, на одной из таких версий, что они хотели нам устроить кровавую Пасху. Представьте, вот эти иконы, они окажутся в церковных лавках, в больших храмах. Люди будут на праздник покупать как подарки. Это обычно как традиция. Или вот эти вот канделябры и вот эти подставки под свечи, в которых можно разместить такой подрыв. То есть планировалась масштабная какая-нибудь очень кровавая акция, по сравнению с которой кровь из сети показался бы цветочками. То, что происходит, и мы наблюдаем с иконами, да, мне кажется, все-таки это носило такой, ну, икона это такой специфический подарок, понимаете. Ее нельзя получить в руки и положить где-нибудь там, условно, в сейф, шкаф или вынести в сарай. Обычно это, ну, ценный подарок считается. Они вот, зная это, я думаю, что вот эти террористические акты должны были носить какой-то определенный точечный характер. А если это так, то значит здесь должна была быть группа лиц, которые могли бы быть коммуникаторами между теми, против кого должен был бы использован этот террористический акт, то есть донести эту вещь к нужной цели. Ах, ну, конечно же. Скажите еще, что одну из икон должны были подарить лично Маргарите Симоньян. Ведь она уже заявила, что ее вроде бы хотят убить подозрением от Малюка. Украинские п***и вот в своей тяге и к лжи сегодня, конечно, меня просто поразили. Значит, они дошли до того, что предъявили официальное обвинение в очередной раз новую пидозру Маргарите Симоньян. В ведомстве заявили, что задокументировали новые преступления. Так в декабре 23-го года Маргарита Симоньян призывала к массовому убийству украинских детей. Также она неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины. «Четыре статьи. УКУ. Геноцид. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Пропаганда войны. Оправдание, признание правомерной. Отрицание вооруженной агрессии России против Украины. Глорификация ее участников». Маргарита Симонна у нас на связи. «Никогда не было? А это что?» «Я в одном не соглашусь с собой, Володь. Вот это вот ***, это не 7-8 лет. Вообще ни разу не 7-8 лет. «Я уступлю сразу же, безоговорочно, конечно». «Это, собственно, с тех пор, как был Бандера. Знаешь, я помню, мне рассказывала моя мама, я была маленькая, в самом начале 90-х. Как многие люди в нашей стране, в самом начале 90-х, которые остались без работы, развалился Советский Союз, она с двумя высшими образованиями, дипломированный переводчик и преподаватель, была вынуждена челночить, вот эти вот сумки таскать, там, не пойми с чем, в Польшу оттуда, обратно кусок хлеба. И она говорила тогда, что в Польше страшно по-русски говорить, но страшнее на Западной Украине. 92-й год. Год назад развалился Советский Союз. Их при Сталине посадили тысячами пачками. При Хрущеве все те же тысячи и пачки выпустили обратно, правда? Это кто такие они оказались? Они оказались недобитки. Поэтому это не семь, не восемь лет. Это результат того, что у этих недобитков были дети, были внуки. А в свое время их так и оставили недобитками, поэтому в этот раз придется добить. Соглашусь, ментально не к себе произошло. Молодеваться куда? Понятно. Конечно же, Боброедко понимает, что за каждое их слово против Украины и украинцев будет ответ. Поэтому она принялась играть на опережение. Они считают, что могут сделать больно мне, тебе, другим людям, которые поддерживают свою страну, тем, что закроют нам выезд за границу. Меня же объявили в международный розыск еще два уже года назад. А это такой контрольный голову в этом международному розыску. То есть я не могу бывать фактически нигде. Вот Абхазия, Белоруссия ни в чем себе не отказывает. Я хочу публично заявить, что мне совершенно наклевать, абсолютно наклевать, если я больше никогда в жизни не увижу Этелеву Пашню. Много раз я ее видела, ну что теперь, я никогда в жизни больше не увижу Колизей, музей в Вашингтоне, во Флоренции, где бы то ни было. Как они там говорят? Been there, done that. Значит, везде был, все видел. Что сказать, что как-то особо впечатлило? Красота, конечно, замечательно, но жить-то хочется здесь, и я давным-давно никуда не езжу, даже когда было можно. Вот если не закроют въезд мой родной Краснодарский край, этого я официально заявляю, не переживу. А все остальное меня не волнует вообще никак. Но это причина второстепенная, есть причина первостепенная. Так и на тебя, Володя, так и на меня, как тебе, к сожалению, прекрасно известно. Уже было несколько подготовок к покушению, и они готовятся еще. И что они этим самым делают? Они нас расчеловечивают. Одно дело убить журналистку, женщину, многодетную мать. Ну, как-то не симпатично. Многим может показаться, что не симпатично. Общественное мнение может даже там как-то так вот взглянуть на это хмуро. А если убить человека, который призывал к массовому убийству детей, каких бы то ни было, украинских, каких угодно, человека, который каким-то образом, сидя у себя в офисе или сидя у себя дома, умудряется спислять параллельно третьей рукой киноцид, то это выглядит по-другому. Это же выглядит в глазах их вырусного-вырусного общественного мнения как расплата. Но что бы там ни рассказывали эти черноротые пропагандисты, каждый из них ответит по заслугам. Как минимум в Гааге. Не поддавайтесь враждебной пропаганде. Соблюдайте информационную гигиену и доверяйте только проверенным источникам информации. С вами была Анастасия Норицына. Увидимся. Продолжение следует...